В сельских поселениях района полным ходом идут расширенные сессии советов, в ходе которых главы поселений подводят итоги работы за прошедший год и говорят о планах на будущее. Мы побывали в хуторе Барониковском на сессии совета протокского сельского поселения. Сессия совета протокского сельского поселения прошла в зале местного дома культуры. На мероприятии присутствовали депутаты совета, а также приглашенные жители и общественники. Глава поселения, подытоживая результаты работы, отчитался перед депутатами и жителями о том, что удалось сделать и как выполнено все намеченное в минувшем году. В отчетном докладе были озвучены убедительные факты и цифры достигнутого. В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности в поселении проводилась взвешенная бюджетная политика. В докладе главы было сказано, что за 2023 год поселением выполнены плановые показатели по формированию бюджета. Он превысил 58 миллионов рублей и был направлен в основном на социальные нужды. Особое внимание взаимодействию с населением здесь постоянно держат руку на пульсе жизни. Поселения оказывают помощь участникам специальной военной операции и семьям мобилизованных на СВО. В этом году проводилась работа в рамках оказания помощи семьям мобилизованных участников специальной военной операции, в которой участвуют школы, волонтерские объединения, предприятия, организации и неравнодушные жители поселения. В Кутер-Аксимисводном и Губернаторском работают волонтерские отряды под руководством Чернобыльченко Татьяны Николаевны и Жаронкина Наталья Михайловна, которые занимаются обретением маскировочных сетей и передачей их в ЗУН специальной военной операции на Украину. В Кутере-Бронниковском группа активных женщин, основу которой составляют участники ансамбля Зури Ясны, готовят и отправляют в зону СВО продуктовые наборы. Это те люди, которые определяют силу духа нашего народа, показывают достойный пример поведения в критических ситуациях, выражаем им искреннюю благодарность и, думаю, наградимых аплодисментами нашим. Тема дорожного хозяйства активно обсуждалась с жителями поселения, качество дорог, а также их ремонт в центре внимания. В течение года в хуторах Бронниковском и Нищедимовском велась планомерная работа по содержанию дорог. Был выполнен ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на сумму порядка 1,2 млн. рублей. С привлечением подрядной организации был выполнен ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в хуторе Бронниковском улице Советово и Матвиченко, в хуторе Нищедимовском, Северная и Южная Кавказская, в хуторе Губернатовском улице Кавкозная на общую сумму 1,198,000 рублей. Было применено 2550 кубометров щебня на общую сумму 1 млн 922,4 тыс. рублей, в том числе 550 кубометров на сумму 300 тыс. рублей закуплено ООО «Кубайн» и передано администрации поселения. Выполнены работы по полной или частичной его укладке на улицах Хуторов, Севесводном, улица Торговая, Молодежная, Краснодарская, Славянская, Северная, Спортивная, Бараниковская, улица Набережная, Мира, Заречная, Комсомольская, Казачья, Фестивальная, Октябрьская, Продизанская, Переулок Набережный, Хуторнищадимовский, улица Петровская, Космонавтов, Безымянная, Западная, Целинная, Короткая, Ярморочная, Солнечная, Длинная, Новоселов, Переулки Вишневый и Северный. На работы по грантированию дорог, подвозу, погрузке и укладке щебня в 2023 году израсходовано 2 миллиона 220 тысяч рублей. Завершено строительство тротуара, работая в Нищадимовском, по улице Безымянной. Глава поселения отметил, что благоустройство – это не только финансы, но и человеческий фактор. Красивые и чистые хутора во многом заслуга жителей. Глава Славянского района Роман Сенеговский положительно отозвался о налаженном взаимодействии администрации поселения с районными и краевыми властями, а также с жителями и предприятиями, расположенными здесь. И главе поселения, депутатскому корпусу, без жителей, без, наверное, бизнеса, без руководства основного, радообразующего вашего предприятия, решать вопросы будет очень сложно. И приятно, что вот здесь было, прозвучало и в школе многие вопросы, благодаря помощи университета агрофирмы «Кубань» были решены. И по поводу щебня помощи, и по технике, и вот, наверное, в других вопросах. Честно вам скажу, я же на разных территориях бываю, и на открытых сессиях бываю. Не везде помогают. То есть у каждого свой подход к социальной нагрузке. Спасибо губернатору, было сказано. Вот на стадионе административно здание отремонтировали. Это тоже помощь. И вот мы с Ириной Викторовичем смотрели. Будем стараться, конечно, можно дополнительно тренажеры поставить. В целом есть желание беговую дорожку на стадионе сделать. Роман Сенеговский сказал, что нужно использовать все возможности, чтобы улучшать благоустройство сельского поселения. Очень хорошо, когда жители и руководство поселения работают в одной связке. Конечно, тяжело заасфортировать все дороги, но поддерживать их, вот наши щебеночные дороги, наши тротуары, мы, конечно же, обязаны. Здесь уже каждый глава, как он умудряется это делать, где-то опирается на бюджет, где-то опирается на жителей. Я всегда приводил пример. Вот у Анастасии в сельском поселении хорошая практика. Допустим, бюджет оплачивает за щебень, люди помогают транспортом, либо наоборот. Мы тоже приветствуем эти совместные мероприятия. И неплохо получается. Глава района подчеркнул, что благодаря успешной реализации намеченного в рамках имеющихся программ удается добиться зримых успехов. Он доложил собравшимся об основных итогах социально-экономического развития муниципалитета за прошедший год. Собранные средства направлены на благоустройство и развитие социальной сферы поселков, станиц и хуторов. Это позволяет району быть в числе лучших. Затем жители поселения смогли задать вопросы представителям власти. Прежде всего они касались качества дорог, уличного освещения, работы предприятий торговли. И они получили на свои вопросы подробные ответы. В целом здесь довольны уровнем благоустройства. Работаю уже 14 лет. Мне очень нравится мое поселение. Мне очень нравятся мои жители поселения. У нас делается очень много работы. У нас каждый раз градируется дорожное полотно. Также подсыпается щебнем улицы. В этом году у нас был отремонтирован корпус здания стадиона на выделенные средства губернатора Краснодарского края. Торжественное открытие было 21 июня. Так все прекрасно у нас, все хорошо. Работаем, помогаем семьям мобилизованным. Практически у нас все улицы засыпаны. Все улицы засыпаны. Есть в асфальтированном покрытии три улицы. И остальное все у нас щебнем. Но из-за погодных условий, как вы сегодня слышали на отчетном собрании, что много улиц, что ямышный ремонт надо делать. Это все, конечно, как только подсохнет, все будет грядироваться. Все это запланировано грядирование. Жители в нашем поселении очень дружные. Они же идут все навстречу, также косят территорию свои, убирают. У нас есть дворы образцового содержания. Спасибо большое огромное нашему главе Евгению Викторовичу Дмитриеву, который практически каждый день объезжает, можно сказать, по этим улицам. Работа главы и администрации протокского сельского поселения на сессии была признана удовлетворительной. Здесь и в нынешнем году запланировано много хорошего в части благоустройства. И есть твердое намерение выполнить все намеченное. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует...